Сегодня у нас в гостях Оркестр Народных Инструментов «Северный город». В первом отделении премьера произведения по мотивам сказки Джани Радари, музыка Евгения Баева «Приключения Чиполлина». После небольшого антракта миниатюры итальянских композиторов Дени Цетти, Монти, Куртиса и Нина Ротто. Итак, сегодня на сцене солисты Яна Иванова, Олег Трофимов, чтец Евгений Лядов, дирижер сегодняшнего концерта Фабио Перролла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Здравствуйте, друзья. Я очень рад вас всех видеть и пришел с хорошей новостью. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в сказочную музыкальную страну Италии. Там происходит много забавных, веселых, интересных, порой даже грустных историй. Та история, которую я вам расскажу сегодня, она детективная. Так, сказочная история из жизни одного сказочного города. Представьте себе площадь сказочного города, а на ней корзинки для овощей, ящики для фруктов. Но это только кажется, что это корзинки для овощей и ящики для фруктов. На самом деле это большие и маленькие домики, в которых живут овощи и фрукты, так похожие на людей. Здесь семья Редиса встречается с семьей Луковиц. Кун тыква ищет копичи для своего дома, мастер виноградинка чинит обувь, профессор Груша играет на скрипке и все жители этого сказочного города танцуют. Жил в этом волшебном городе Чиполлино, сын Чиполотто, и было у него семь братьев. Чиполетто, Чиполотто, Чиполоча, Чиполуча, ну и так далее, как принято зваться в самой настоящей и честной луковой семье. Да только были они очень бедны и жили в маленькой деревянной лачуге, размером чуть больше ящика для огородной рассады. Однажды бедную окраину решил посетить сам повелитель страны, принц Лимон. И явился он не один, а с целой армией лимончиков. И были они одеты во все желтое, с колокольчиками на шляпах. И эти колокольчики издавали такую музыку, что город решил, что приехали музыканты. ковая музыка КОНЕЦ 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 2 КОНЕЦ КОНЕЦ 2 И тут собралась такая куча мала, что в суматохе отдавили ногу самому принцу Лимону. И, как вы думаете, кто отдавил? Кому так не повезло? От Сучи Болина! Его тут же поймали, посадили в тюрьму, приговорили на всю жизнь и даже больше Пришел Чаполина к отцу на свидание, а тот ему и говорит Чаполина, мальчик мой, теперь ты уже взрослый, можешь сам о себе позаботиться О твоей маме и братишках позаботится дядя Чапола А ты отправляйся по дню в свет, набираться маразма А как же мне учиться? Книжек-то у меня нет, да и купить их не нужно Не беда, жизнь научит, главное, гляди в оба, старайся видеть насквозь всяких плутов и жуликов Особенно остегаясь этих, которые имеют власть А потом, а что же мне делать потом? Сам поймешь, когда придет время ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 мастером сапожного дела во всем королевстве и в последнее время у него было так много заказов что он уже не справлялся с ними а а а а а а а а а ПЕСНЯ 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 Профессор, обратите внимание у вас на скрипке, большая музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» об исчезновении дома. Тогда он попросил у принца Лимона два десятка солдат для поиска сбежавшего гиблица. Как не искали солдаты, так и не нашли. Тогда они арестовали всех жителей деревни, сбежали только Чаполина и девочка-региска, которых встретила во время прогулки по саду племянник графинь, мальчик Вишенка. Строгий учитель, сеньор Петрушка, запрещал Вишенке общаться с другими детьми, но мальчик все же подружился с ним. Как-то, прогуливаясь ясно солнечным днем, сеньор Помидор увидел, как Чаполина, Вишенка и Региска весело болтали и смеяли с устоя у ограды графского сада. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подоспевшие на помощь солдаты арестовали Чаполина. В награду мистер Марков был назначен иностранным военным советником как лучшая ищелька государства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В темнице, где находился Чаполина, была очень темной и сырой. Но на прогулке мальчик встретил своего отца и был этому очень рад. Как-то раз Чаполина, продумывая план освобождения, услышал голос крота. Тот сообщил ему, что друзья идут на помощь, и все готово к побегу. Оказывается, что лаз в тоннеле, который прорыл крот, находится в одном шаге от мальчика. Нужно только сильнее прыгнуть, чтобы протолкнуть тонкие слои земли. С помощью хитроумных тоннелей, прорытых под землей кротом, Чаполина пробрался к отцу и его друзьям и освободил его. Старик Чаполон очень гордился своим сыном. КОНЕЦ 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 Затем, события в замке Графинка были неутешительными для жителей деревни. Синьор Помидор решил поправить финансовое положение бедной Графинки, и поэтому он решил ввести новую систему, издал закон, по которому каждый должен платить за то, что ему светит солнце, дует ветер или идет дождь. При этом самым дорогим видом осадков был Графинк. Мало того, он еще ввел систему штрафов за недовольство властью и плохое поведение. КОНЕЦ 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 собственного замка. Он ждал, что его солдаты наведут порядок, справившись с недовольными крестьянами. Но он даже не предполагал, что солдаты уже давно перешли на сторону крестьян, и в его государстве установились новые порядки. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дирижер Павел Пирола Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты